Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает итоговый выпуск новостей. Здравствуйте! Начну с главной политической темы дня. Алексей Романов, новый глава администрации. Сегодня кандидатурой претендентов сначала рассматривала специальная комиссия. В ее состав вошли три депутата городской думы и три представителя аппарата губернатора. Возглавила комиссию вице-губернатор Ирина Соколова. Кандидаты представили свое видение стратегии развития города, на основании которых комиссия и принимала решения. Еще раз напомню, кандидатов было двое. Директор едино-дежурного диспетчерской службы «Ноябрьска» Ленар Минибаев, ну и, собственно, Алексей Романов. Комиссия отметила, что по всем проблемам, озвученные в докладе Романова, действительно предлагались пути решения. А это немаловажно, потому что человек приехал недавно в «Ноябрьск», буквально несколько месяцев, погрузился в эти проблемы и, самое главное, понимает, куда идти, как их решать. И второй немаловажный момент, я бы отметил, что Романов берет на себя ответственность, ее не боится, а это говорит о многом. Это говорит о том, что будущее в «Ноябрьске» хорошее. И буквально через час выбор комиссии на внеочередном заседании Гордумы единогласно одобрили депутаты. Напомню, Алексей Романов был приглашен на работу в администрацию «Ноябрьска» в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост главы поселка Уренгой, а еще ранее был заместителем главы администрации Пуровского района по вопросам финансов, начальником департамента финансов и казначейства. Сразу же после заседания Городской думы, теперь уже в должности главы, Алексей Романов дал интервью журналистам. И вот что он ответил на волнующих многих вопрос по поводу того, планируются ли кадровые перестановки в мэрии. Задача смахать шашкой, конечно, не стоит, и я более того не хочу оказаться слоном посудной лавки. Все кадровые решения, которые будут приниматься, они будут приниматься планомерно, и именно с опиранием на то, что люди должны быть профессиональны в своем деле. Кто-то останется работать дальше, но кого-то придется, возможно, переместить на другое место работы. Выступление Алексея Романова с программой, которую он представил сегодня экспертной комиссии, смотрите на телеканале «Ноябрьска-24» после новостного блока. На десерт уколы и капельницы. После празднования дня рождения в одном из ноябрьских кафе сразу несколько подростков оказались на больничной койке. Две девочки после угощения роллами и пиццей двое суток провели в реанимации. Впрочем, руководство заведения своей вины не признает. Евгения Демина продолжит тему. На первое, второе и третье у Ивана Плотникова уже несколько дней единственное блюдо – таблетки. Плохо юноше стало в понедельник. А в воскресенье он вместе с друзьями отмечал день рождения одноклассницы. Всего на празднике было 14 человек. Все девятиклассники православной гимназии отмечали в одном из заведений восточной кухни. Одной девочке стало плохо еще в кафе, и она уехала домой. Иван же почувствовал боль лишь через сутки. Плохо очень было, живот болел, вообще ходить не мог. Ну, прям голова кружится, живот болит, температура. Ели роллы, пиццу и торт, и еще кока-кола. Он в школу пошел, вырвал и пришел в школу. Его отправили, и мне уже членница звонит, рассказывает ситуацию, что вот один, второй, третий, и уже пошло-поехало. Мы уже пошли в распотребнадзор, поехали инфекционисту, уже анализы стали. Еще трое подростков после празднования дня рождения и вовсе оказались на больничной койке. Причем двоим девушкам, включая именинницу, понадобилась интенсивная терапия. Двое суток они провели в реанимации. Предварительный диагноз врачей – острый гастроэнтерит или кишечная инфекция. Однако точно выяснить, что же испортило праздник, можно будет лишь после получения результатов анализов. На сегодняшний день состояние девочек расценивается как средней степени тяжести. Они получают лечение, соответственно, стандартам наблюдения за кишечной инфекцией, лечения кишечной инфекцией. Анализы, все, которые необходимы, были взяты, они находятся в работе. Результаты мы, предположительно, получим с 7-8 числа. В кафе, где отдыхала компания подростков, за качество своих блюд готовы поручиться. Роллы и пиццу для старшеклассников в тот день лично готовил шеф-повар Сергей Пчелинцев, как и еще примерно сотни посетителей. Готовил весь свежих продуктов, что могло произойти. Это сейчас еще будет проверка, узнаем. Потому что сам 16 лет бываю в общепитии, 7 лет в ноябрьске. Такого не было, вот сам жду с интересом. Работники кафе рассказывают, вели себя ребята в тот день подозрительно шумно, да и вообще принесли с собой торт, который и мог стать причиной отравления. Что они принесли с собой, мы не можем, допустим, знать, да? И это их личная ответственность за то, что они принесли. Однако сами подростки уверяют, те, кто ел торт, чувствуют себя нормально. А девочки, попавшие в больницу, к нему вообще не притронулись. Обвинения в том, что они употребляли алкоголь, тоже опровергают. В больнице у всех детей взяли анализы крови. Алкоголя не обнаружено. Не пили? Нет, конечно. Нет, не пили. Трязвые все были. Да. Дружный класс такой, они все, ребята вообще, то, что они говорят, там есть и пьют, и такого не может. Мы родители проверяем всегда, обнимаем, целуем. Не знаю такого. Все равно говаривают, детки хорошие. Девочка, я говорю, она отличница, молодец. Между тем, в кафе, где отдыхали дети, уже начались проверки. По информации Роспотребнадзора, там выявлены нарушения санитарных правил и товарного соседства продуктов. Специалисты взяли смывы и пробы, проверили персонал. Расследование продолжается. Евгения Демина, Виталий Харченко, Александр Паханов. Ноябрьск, 24. Житель микрорайона Вангапуровский за свой нездоровый интерес к несовершеннолетним предстанет перед судом. Уголовное дело на молодого человека было заведено еще в минувшем году. В декабре 2015-го в правоохранительные органы обратилась семья одной из пострадавших девочек. Личность мужчины была сразу установлена. Его взяли под стражу. В изоляторе он находился, пока шло следствие, и там же останется до суда. Следователям был назначен ряд экспертиз. Добавлю, всего в деле в качестве потерпевших фигурируют три девочки. Четырех, шести и тринадцати лет. В ходе проведенного расследования обвиняемым была назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по заключению которой у него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. Вину в совершении преступления он признал. Всеми способами пытался помочь следствию. В настоящее время прокурорам города Новоявска утверждено обвинительное заключение. И дело направлено для рассмотрения по существу Новоявский городской суд. Неплательщики будут ходить пешком. В Ноябрьске за долг банку один из жителей города попрощался с автомобилем. Его Тойоту оценили в полтора миллиона рублей. В ближайшее время она уйдет с молотка, а вырученные деньги будут переданы кредитам учреждению в счет погашения долга. Ямальские общественники проверят качество оказания медицинских услуг. Проверку проведут во всех государственных лечебных учреждениях, где ведется амбулаторный прием. Контролеры обратят внимание на доступные здания для маломобильных групп населения, качество работы регистратуры, а также возможность приема пациентов узкими специалистами и получения талонов. Кроме того, оценят чистоту туалетных комнат, заполнение информационных стендов и работу охранников. Инициатором проверки выступила окружная общественная палата. В Ноябрьске группа контроля уже сформирована и начнет работу после праздников. Результаты обнародуют на гражданском форуме, который пройдет в нашем городе 7 апреля. По итогам проведения вот этих вот мероприятий, этот акт будет направлен в соответствии с законодательством в 10-дневный срок после окончания проверки в адрес заинтересованных сторон. Это руководители департамента правоохранения, руководителей лечебно-профилактических учреждений, в которых были проведены проверки. Ну и также этот акт будет опубликован в сети интернет на официальном сайте. Уникальные операции на сердце и самая современная диагностика. В центральную городскую больницу поступило новое оборудование. Ангиограф самого последнего поколения уже установили в отделении кардиологии. С помощью этой установки можно будет проводить исследования сосудов, а также операции по установке электрокардиостимуляторов и стентированию. Подобные операции на сердце ранее в Ноябрьске не проводили. Пациентов отправляли в Пермь, Тюмень или Томск. Но каждый раз это было связано с риском, вызванным транспортировкой. Сейчас ЦГБ получает лицензию и завершает наладку нового оборудования. Как обещает руководство больницы, первые операции начнут проводить в середине мая. За прошлый год было отправлено 285 пациентов на диагностические процедуры. Это только с 1 ноябрьска. Соответственно, эта доля совершенно небольшая, потому что сколько пациентов остались здесь и сколько можно еще выявить в процессе диагностики, эта цифра гораздо выше. Сейчас, конечно, это большой плюс, что это здесь стоит и это есть, и на этом можно скоро в ближайшее время начинать работать. У нас есть три доктора, которые обучены. Четвертый доктор должен приехать на собеседование, который имеет очень большой опыт работы, и он достаточно молодой. Готов к нам переехать в город. За счет его документов, конечно же, и его опыта мы будем приобретать лицензию, начинать работать на этом оборудовании. Сейчас мы только получаем ее и обеспечиваем отдельным электропитанием это оборудование. И в продолжении темы медицины. Количество бесплодных браков в России растет с каждым годом. Сегодня проблемы с рождением детей испытывают примерно 17,5% семейных пар. Но и медицина не стоит на месте. Современные технологии и методы лечения позволяют почувствовать радость материнства и отцовства тем, кто без помощи врачей обойтись, увы, не в силах. Тему продолжит Елена Жаркова. Отсутствие беременности на протяжении какого времени? Ну, замужем я уже. Сколько это проблем? Сегодня долгожданными родителями можно стать с помощью искусственной инсеминации. Это процедура, которую с недавних пор можно сделать, не выезжая за пределы Ноябрьска. И в отличие от других вспомогательных репродуктивных технологий, имеет ряд плюсов. Она не требует каких-то очень больших затрат финансовых, мощностей лабораторных. Имеет право на жизнь в любом медицинском учреждении, где есть кабинет гинеколога и где есть специалисты, обученные данной методике. К тому же сама технология не является энерго и время затратной. Самое долгое, речь идет о нескольких неделях, займет всестороннее медицинское обследование. Оно включает анализ спермограммы мужа, исследование проходимости труппу женщин, а также УЗИ, проверку на ВИЧ, гепатит, сифилис и другие половые инфекции. Такой клинический минимум позволяет медикам выявить не только противопоказания, но и спрогнозировать эффективность процедуры. Противопоказаниями к проведению данной методики являются онкозаболевания, психические заболевания, непроходимые маточные трубы. Искусственная инсеминация – процедура, которую нужно проводить в момент овуляции. Его определяют с помощью ультразвука. В это же время у мужчины берут сперму и обрабатывают по специальной методике с целью обогащения. Ее помещают в специальную центрифугу и вращают в определенном режиме, что позволяет отделить самых здоровых и активных сперматозоидов. Приготовленный материал вводят в полость матки с помощью шприца и специального катетера. Данная манипуляция абсолютно безболезненная и занимает не более 2-3 минут. Для эффективности женщина должна оставаться в покое еще полчаса. По статистике, уже после первой попытки от 12 до 30% пар становятся счастливыми родителями. А если попытки инсеминации повторять 3-4 цикла, вероятность наступления беременности составляет 90%. Пять крупных спортивных объектов на Ямале планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Уже сейчас в Ингопуровском ведется строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его возводит компания «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Мы побывали на объекте и узнали все подробности. Новый спортивный комплекс в микрорайоне в Ингопуровске и станет по-настоящему многофункциональной спортивной площадкой. Кроме долгожданного бассейна, в здании заработает большой спортзал, оборудованный выдвижными трибунами. Размер, разметка и спортинвентарь позволят всем желающим играть в футбол, волейбол или же большой теннис, заниматься легкой атлетикой, а также проводить соревнования и спартакиады. Помимо прочего, поддерживать свое тело в тонусе жители отдаленного микрорайона смогут в тренажерном зале, а укреплять здоровье и дух в сауне. Два этажа спортивно-оздоровительного комплекса оборудуют раздевалками, душевыми и зонами отдыха. Для инвалидов поставили лифт, очень симпатичный, стеклянный, так что могут приезжать. Остается чистовая отделка, она идет уже к концу. То есть тепло мы подали, как видите, тепло, хорошо. Воду подали, остается только отделка. Скажите, на какой примерно период назначен водостаневую эксплуатацию? На 1 июля мы сдаем полностью. И все же главная особенность нового спортивного комплекса – это современный бассейн на шесть дорожек. Заниматься плаванием здесь могут как взрослые, так и дети. Зал уже практически готов и соответствует всем современным стандартам. При строительстве учли даже то, что в Ингапуровском сегодня нет очистных сооружений. Фильтрация воды своя, так как вода здесь, в Ингапуре, оставляет желать лучшего. Поэтому используется довольно-таки сложная система фильтрации воды. Будет ли проводиться забор анализов, то есть для проверки качества? Обязательно. Здесь будет работать лаборант. И постоянно будет контроль воды. Открытие такого спорткомплекса для жителей в Ингапуровского – действительно подарок. Ближайший бассейн находится в Ноябрьске, и возможность посещать его есть далеко не у каждого. Конечно, ждем. Очень хотим ребенка туда записать. И сами будем ходить с удовольствием. Скорее бы уже построили. Это очень здорово для детей. Я в школе работаю учителем. Поэтому дети у нас спортивные, они очень ходят на секции много. То есть тоже ждут, да, здесь? Конечно, конечно, конечно. Особенно в нашем вот таком ограниченном пространстве это для нас источник будет спорта. Новый спортивно-оздоровительный комплекс возводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». В микрорайоне в Ингапуровске это уже не первый проект, который возводят нефтяники. Реализуя программу социальных инвестиций «Родные города», мы всегда стремимся создать комфортную и современную социальную инфраструктуру для наших жителей в районах присутствия нашего предприятия. Качество жизни северян должно быть одинаково высоким, вне зависимости от того, крупный это город или небольшой поселок. Напомню, в 2011-м была построена многофункциональная спортивная площадка, а в 2013-м году сдан в строй спортивный зал «Зенит», где сегодня это центр проведения всех районных соревнований и Спартакеат. Антон Морев, Виталий Харченко, Ноябрьск-24, Бангапуровский. Ямальские школы переведут на работу в одну смену. Этот вопрос накануне обсудили на заседании Совета глав муниципалитетов под председательством губернатора. Сейчас во вторую смену учатся всего 19% ямальцев, это 13 тысяч школьников. В будущем на Ямале планируют построить и реконструировать 26 школьных зданий, что позволит организовать еще 15 тысяч мест. Так сказать, за делом на будущее. Что касается Ноябрьска, то у нас во вторую смену обучается 2840 школьников. Это 22% от их общего числа. Полностью ликвидировать вторую смену в городе планируют к 2025 году. К этому времени должна быть построена новая школа на тысячу мест в восьмом микрорайоне и две пристройки к ныне работающим школам – третий и шестой. О становлении города и жизни первых ноябрьцев. В городском архиве открылась выставка «Воспоминания первопроходцев». Экспозиция воссоздана по одноименному сборнику, куда вошло более 400 анкетных данных тех, кто жил и работал на Ямале 1976 по 1991 годы. Письма, фотографии, документы, одежда и музыкальные инструменты. Экспонаты отражают дух той эпохи. Кстати, эта выставка стала возможна благодаря горожанам, которые принесли на хранение в архив свой семейный раритет. Обращаемся ко всем жителям города Ноябрьска. Если у вас есть возможность сдать какие-то вещи в архив, мы с удовольствием при нем. Может быть, они вам дороги, там, рука не поднимается, может быть, их куда-то выбросить, отдать. А здесь они будут храниться, будут радовать, опять же, наших горожан. Новый выпуск информационно-развлекательного молодежного проекта «Фишка» готов к эфиру. На этот раз мужская половина нашей молодежной редакции взяла инициативу в свои руки. В преддверии Международного женского дня парни выяснили, как необычно поздравить девушек с 8 марта, поднять им настроение, что подарить и чем угощать. А также, кто лучше танцует брейк, парни или девушки. Новый выпуск программы «Фишка» смотрите уже в пятницу в 2020 на телеканале «Ноябрьска-24» и в воскресенье в 19.00 на ТНТ. И на этом выпуск завершен. Всего хорошего и до встречи в эфире. Салон-магазин «Мужской клуб». От аксессуаров до верхней одежды. Трикотаж, джинсы, рубашки, пиджаки, костюмы, галстрики и многое другое. От 44 до 74 размера. От стиля кэжуал до классики. Зивер от Живоз. Готой, Климбер. Три богатыря. Качество, проверенное временем. Салон-магазин «Мужской клуб». Мужской стиль. Мужской характер. Улица Республики, 41. Продолжение следует.